Буду делать квашеную капусту. Для этого у меня имеется нержавеющая 30 литровая емкость, в которую я налил 10 л чистой воды. Для рассола рекомендуется количество соли от 300 до 500 грамм. Я беру среднее количество и на 10 л воды отмеряю 400 грамм. Затем высыпаю соль в емкость с водой и растворяю ее там. На следующем этапе подготавливаю капусту. Для квашения я выбрал головки капусты небольшого размера. Убираю грязные верхние листья и разрезаю их на 4 части. Затем помещаю капусту в емкость с раствором. Ее нужно столько, чтобы она полностью была покрыта рассолом. Затем чищу морковку и буряк. Очищенную свеклу и морковку разрезаю на крупные куски. Затем их тоже отправляю в емкость, где находится капуста и перемешиваю. Теперь всю эту радость нужно спустить в погреб. Выбрал место и установил емкость в том месте, где она сможет долго стоять и не мешать. Затем накрываю сверху овощи хлопчатобумажной натуральной тканью. Мне для этого дела под руку попалась старое полотенце. Поверх ткани укладываю широкую тарелку дном вверх. Она будет придавливать куски капусты и не давать им всплывать. Таким образом все овощи будут постоянно находиться полностью погруженными в рассол. А в качестве груза я ставлю сверху на тарелку трехлитровую банку с водой. Кваситься капуста будет в таких условиях около месяца. А через месяц на стол можно будет подавать вот такую квашеную капусту со свеклой.